здравствуйте с вами леонора с программой послушайте женщину в которой я как социолог просто честно и по существу рассказываю о явлениях событиях и фактах для многих из нас очень интересных и сегодня хочу поговорить о теме как распознать лжеца во время общения она наиболее эта тема веяна мифами стереотипами заблуждениями и мы попробуем с вами вместе разобраться что есть правда что есть ложь но естественно не существует такого волшебного чемоданчика из которого я вот достану а какой-то метод раскрыв его и скажу вот он секретный секрет успешного успеха посмотрите и пользуйтесь им нет смотрим и на совокупность факторов для чего нам нужно понимать как распознать лжеца во время общения каждый из вас скажет ой ну прям велика наука я и так знаю как это делать конечно у нас во всех встроен такой природный датчик который говорит нам что человек фальшивец чек не искренен вот недаром виде актерскую игру в сериале или в театре когда актер не дотягивает или переигрывает мы прям морщимся нам прям физически нехорошо и думаем про себя не верю по станиславскому но сначала разберемся что есть ложь вот когда нам нужно ее разоблачать когда нам нужно врунишку выводить на чистую воду ложь вообще это такое врожденное человеческое качество такая опция которой природа дала не только нам людям но дала животным даже дала насекомых вот природе есть такой насекомое палочник который имитирует притворяясь сухой палочкой чтобы не склевали птицы или морская черепаха на кончике языка содержит такой нарос который приманивает к ней рыбу также приматы обезьяны могут ложные сдавать реки который имитирует опасность угрозу или был такой интересный эксперимент когда детеныш обезьян лучивший там бананы апельсины в вольере издавали ложные крики тревоги чтобы мама пришла и забрала у другого детеныша те фрукты которые уже этот ее ребеночек съел то есть обманывают все обманывают и животные обманывают и люди но зачем нужна эта опция ученые считают что она появилась на заре еще человечество для того чтобы отобрать имущество у другого это гораздо легче и через вранье сделать через манипуляцию враньем нежели ударить палкой по голове или ограбить банк поэтому ложь она была всегда и мир наверное без лжи был бы черно-белым ученые считают что все врем от 10 до 100 раз в день это качество она ну такой социального приемлемая в рамках когда это не наносит ущерба нам или ущерба другому что я имею ввиду когда нам нужно разоблачать врет человек или нет когда его ложь нанесет нам ущерб сделку и там имущество продажа машины устройства на работу когда нам это грозит какими-то потерями ну а если человек просто вот привирает все вы знаете синдром рыбака это когда рыбаку связали руки а он говорит вот такой глаз был у рыбы вот такой глаз который я поймал ну и пусть себе говорит эту неправду приукрашивая она же не несет нам никакого ущерба ресурсами при этом не теряем даже если вот такого человека который рассказывает всякие не лепится небылицы посадить за детектор лжи и вы знаете он не обнаружит у него никаких изменений параметров биологической вот активности потому что человек искренне верит в то что он рассказывает кстати вот специалисты полиграфологи которые работают на детекторе лжи как мы его называем народе рассказывают тоже очень много интересных мифов которые с ним связаны на самом деле полиграф это маленькая черная коробочка которая просто замеряет активность вашей нервной системы то есть изменилось ли дыхание изменился ритм сердца но человек может быть в стрессе и поэтому вот доказательная эффективность этого метода но она нас сказать что невелика а теперь мы подходим к главным мифам который не стоит верить чтобы распознать лжеца если мы с вами например захотим устроиться на работу и в поисковой системе зададим как пройти собеседование на нас вывалится там тонны и статей в которой будут одни и те же постулаты изложены не трогайте нос не смотрите влево или вправо и наверх это же старую покажет что выложите и 3 не принимайте закрытые позы то есть не скрещивайте руки не скрещивайте ноги но специалисты которые называются профайлеры это специалисты которые рассказывает о и прогнозирует поведение человека и они с точностью до 99 процентов могут сказать мне тестовым методом такой диагностики врет человек или нет они говорят что это заблуждение что трогает нос человек часто потому что ему неловко ли он банально чешется что закрытый позы человек принимает так называемые позы успокоения когда он просто себя хочет немножечко успокоить ему просто тревожно ну или привык он быть в такой позе и также человек скрещивает ноги вовсе не от того то ему обязательно хочется там что-то скрыть мышь него сколиоз и он привык сидеть с такой осанкой поэтому как нам говорят специалисты изобличающий ложь профайлеры мы будем ориентировать сами на другие маркеры на другие показатели и немножечко все сейчас почувствуем себя джеймсами бондами для того чтобы понять как действительно профессионально изобличить что нам врут что мы для этого будем делать полиграфологи говорят нам что правду легче увидеть нежели услышать странные какие-то вещи говоришь ты или она расскажите вы но это не странно потому что как обычно изображают на картинках или в комиксах человека которому врут куда навешивают ему лапшу на уши знаем и что существует два метода общения это вербальный метод когда мы словами доносим информацию и не вербальный метод общение это мимика это жесты это микромоторика это взгляд это какие-то мини движения тела и вот они то будут более информативные ниже слова и обманываемые словами то есть мы смотрим с вами на совокупность факторов слов жестов мимики артикуляции ну к примеру когда я буду вам говорить я не хочу вами манипулировать вы подумайте так что-то тетенька делает странные жесты вот не вяжется то что она говорит с тем что она показывает и я не хочу вами манипулировать что показывает мой жест это манипулятивный жест и ваша бессознательная часть поймет что я говорю неправду или например опять как помогают нам жесты они слова я говорю этот человек не абсолютно безразличен и прикладываю руки в область сердца что я показываете что наверное не так он не безразличен то нам будет маркером то что я говорю не искренне именно мой жест они словам и откуда взялась вот такая вот твердая уверенность что жесты подкрепляют и несут более информативную нагрузку нежели слова вот например вы все когда разговариваете по телефону и входите враж по аудио связи не видел зачем вы начинаете помогать себе жестами например я говорю иди туда прямо вот прямо иди а сверни налево там вот синий шкаф видишь зачем меня же никто не видит что я делаю жестами а жесты даны нам природой для того чтобы наше внутреннее содержание подкрепить и выразить поэтому жестикуляцию поделать очень сложно но если конечно вы не опытный лжец поэтому смотрим на то что показывает человек руками если вы приходя там например в банк или какой-то инвестиционный фонд видите такой же что да конечно вы получите от нас большие проценты но этот загребающий жест говорит совсем не то что говорят уста этого человека поэтому друзья обращаем внимание на жесты и на мимику ну как мы знаем мимика лицо наше показывает очень много всяких вот богатых эмоций гнев удивление мы корчим лица мы корчим моськи даже животные братья меньшие вы видите в интернете смешные картинки могут своим лицом мордочками показывать эмоции удивления гнева печали радости и поэтому вот если я буду говорить не у вас так прям понравилось так было весело да что сразу вам скажет что я вру морщинки скорби морщинки пинокки а так называемый и межбровная складка которая заложилась у меня между бровями она кстати вообще очень информативно мы часто вот этой складкой показываем эмоции презрение недовольство и вообще то что мы врём смотрите на лицо обращайте внимание не на то что человек говорит а то что он показывает своим лицом потому что у нас сигнальные системы мозга устроены так что мы артикуляции то есть жестами нашими микромоторикой невербаликой мы говорим больше нежели мы говорим словами запомните еще раз то что я сказала правду легче увидеть нежели услышать когда я вам говорю а давайте пойдем вот все вот туда или пойдемте все вот сюда и я показываю правой рукой запомните что правду всегда показывают как правило и жесты вот с правой руки это жесты которые говорят о правдивости правду говорить правым быть а когда я говорю налево левак левая часть левая рука как правда поддерживает и подкрепляет лживые жесты это тоже вот один из таких вот моментов ну обычно как ведет себя лжец он не но строгает когда врет а он прикрывает рот рукой в конце какой-то фразы потому что например я не хочу чтобы что-то слышали и вот если человеку вдруг в конце фразы будет прикрывать рот и ладонью то это и означает то что человек возможно врет что укажет нам что человек врет когда он прямо не отвечает нам на вопрос например я говорю это ты украл компьютер из офиса и человек который не делал этого не крал он прямо скажет нет я этого не делал а лжец будет говорить да как ты можешь да я только вышел из больницы у меня сил нет даже ручку поднять да я честный человек я дружу со всеми полицейскими города и он не отвечает на вопрос а он лепит кривду как говорили наши прощуры то есть он говорит неправду дальше второй фактор когда человек чрезмерно эмоционально начинает на прямой вопрос как эмоционировать и вы понимаете что уж больно как-то бурно отвечает человек на это одна женщина изобличила своего мужа как и кажется в измене непрямую спросила его если у тебя любовница и тот как начал размахивать руками кричать у него поднялось давление человек на столько бурно жестикулировал артикулировал и изображал гневные эмоции что у женщин даже стало осыдно что она оболгала своего мужа но все-таки сомнение в какой-то театральности нарочитости у нее были она наняла детектива и убедилась том что муж действительно не верен поэтому это чрезмерность театральность говорит о том что человек не искренне с нами дальше очень часто лжецы прибегают к такому приему как религиозным воззрением когда ты говоришь суши это ты мне украл из сумки кошелек в офисе единственный ты был и сумка была открыта и он будет говорить ты что я католик я честный протестант мы не мараем свои руки воровством вот это тоже будет маркером того что человек говорит как правило не правду потом еще один такой интересный жест есть что человек говорит неправду когда он словно какой-то невидимый воротничок поправляет пытаясь обязательно что-то тут вот подправить это означает что он пойти спотел ему душно ему хочется освободиться от невидимых пут лжи и поэтому вот этот вот жест совокупности с осторожным взглядом тоже показывает вам что человек врет таможенники знают их учат этому специалисты профайлеры которые диагностически могут вычислить вперед человек или нет что ноги они руки будут очень информативны если вдруг я в конце разговоров задергала кончиком башмака затрясла им и ноги мои будут показывать по направлению к двери куда я хочу уйти то это мои бессознательные жесты что мне надо скорее уйти потому что мне дискомфортно там где я вру еще один такой несомненный метод диагностики это лжец начинает приукрашивать свою историю там модулировать театрально рассказывать и когда вы попросите ее рассказать самого начала ли с какого-то момента он запнется и не воспроизведет ее в точности потому что синхронность событий конечно же им выдумано и он не сможет воссоздать эту историю заново он будет выдавать вам разные вариации и попробуйте сказать ой я забыл подожди вот после этого ты куда поехал и вот посмотрите картинки и версии будут биться потому что мозгу сложно воспроизводить те события которые с нами не происходили фантазировать но есть интересный такой синдром малой психиатрии и психологию называется синдром мюнхаузена когда человек патологически јжец в 라는 такими встречались в человек врет без повода и без вот нет у него никакого умысла и никакой вот от этой корысти он будет врать что это это вид психического расстройства и синдром мюнхаузена когда у человека действительно в подкорке на органическом уровне его повинна поэтому но такого чека можно пожалеть который вред к сочиняет надо сказать что у лжецов очень часто болит голова и вот Вот этот жест, потирающий виски, он говорит о том, что так называемый шлем невротика, невротической боли, потому что вранье — это же напряжение. Почему? Потому что даже если человек любит врать, он прирожденный лжец, ему кажется, что это очень приятно, но все равно наше подсознание, наша сознательная часть мозга вступает в конфликт при вранье. И нужно придумывать ситуации, которых не было, тратить на это ресурс. Отделы мозга, отвечающие за когнитивные функции, за анализ, за синтез, вступают противоречия в конфликт, и лжец тратит очень много энергии, чтобы проконтролировать, чтобы собрать эту картинку, чтобы его внутренний режиссер смонтировал правильный фильм. Поэтому врать, собственно говоря, не очень выгодно, и часто у лжецов бывает высокое давление, гипертония, потому что он в постоянном напряжении. Еще раз мы с вами сделали определенные выводы и поняли, что мы смотрим на моторику, мы смотрим на артикуляцию, мы смотрим на жесты, которым мы подкрепляем свои слова, и уже в совокупности анализируя, мы понимаем, врет человек или нет. Ну и самое главное, задавайте прямые вопросы, прямые, конкретные, четкие вопросы, не обобщающие, то есть где ты был. Ответь четко. И если человек начинает много пространно рассказывать, не говоря конкретно, и мы сразу фиксируем себе в голове, ага, он ответил на наш вопрос? Да нет, налил очень много воды, это называется эффект стыдаля, но конкретного ответа вы не получаете, переспросите, удостоверьтесь. А вторым вопросом скажите, а что ты там видел? То есть не конгломераты вопросов, а четкие вопросы. Ну, сложно эта наука, конечно, изобличать, лжеца, но вот эти вот маркеры, которые я вам перечислила, помогут вам обозначить, что перед вами находится лгунишка. Желаю вам, друзья, много честных, порядочных и неврущих людей на вашем жизненном пути, но и знайте, что врать – это очень энергозатратно, туда тратится много психического ресурса. С вами была Элеонора, подписывайтесь на наш канал «Сочи-24», ставьте лайки, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok